Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Сегодня мы начнем разговор о седьмой заповеди десятисловия, седьмой заповеди закона. Разговор, естественно, заповедь звучит не прелюбодействуй, и настолько сложен, непрост разговор на тему этой заповеди, что даже появился специальный в свое время фразеологизм грехи против седьмой заповеди. Разговор действительно специфический, и специфика его вот в чем. Человеку чистому, неискушенному или очистившемуся разговор на эту тему ничего не даст. Хотя может поколебать и соблазнить его чистоту. Человек может узнать о таких вещах, которых лучше бы никогда и не узнавал. А человеку нечистому, человеку, пытающемуся достичь чистоты, разговоры на эту тему тем более опасны и чаще всего несут больше вреда, чем пользы. Потому что, если уж Мария Египетская, десятки лет проведшая в пустыне, если даже она боялась другому чистому человеку, вообще неискушенному подобными грехами, рассказать о своих делах, да если даже она боялась и с трепетом рассказывала, то с каким страхом должны приступать бы к этому люди, которые не то что такой чистоты не достигли, а и вообще не чистые. И поэтому сильно, да и вообще как-то усердно разговаривать на эту тему мне, по крайней мере, не представляется возможным. Это ни мне, ни слушающим пользы не принесет. Но и пропустить совершенно разговор на эту тему тоже невозможно, потому что образуется лакуна, которую все равно же надо каким-то образом заполнить, чем-то заполнить и как-то об этом что-то сказать. И вот некоторые вещи, которые обычно вызывают некий вопрос, мы озвучим, проговорим на сегодняшней беседе, а в целом дальше будем говорить, хотя и по существу седьмой заповеди, но взяв тему от этой заповеди, будем говорить не столько о блудных грехах или о грехах против седьмой заповеди, сколько о том, как предполагается выстраивать отношения между мужчиной и женщином в супружеской жизни. И вот какие же основные моменты необходимо в общем представлять, когда речь идет о седьмой заповеди закона Божьего. Принято различать, принято проговаривать, что это давно известно, хотя помню, в свое время долго не мог найти ответа на этот вопрос, потому что именно по той причине, что люди не любят разговаривать, раньше не любили разговаривать на предмет грехов седьмой заповеди. Но вот принято различать блуд и прелюбодейство. А поскольку речь идет в заповеди именно не прелюбодействуй, или по-славянски не прелюбы сотвори, то предполагается надо различить, что же такое прелюбодейство и что такое блуд. Так повелось, что блуд это, скажем, грех людей, которые не связаны брачными узами, и прелюбодейство это грех людей, связанных брачными узами. И с этой точки зрения блудные грехи считаются, ну, скажем так, условно, не столь тяжелыми, как грехи прелюбодейные, грехи людей, состоящих в браке. Хотя и в свое время, когда такое разъяснение, оно нельзя сказать, что оно надумано, и что у него нет никаких оснований, например, в канонических правилах такое развлечение присутствует. Скажем, человек, который согрешил, христианин, который согрешил, впал в блуд, отлучается от причастия, кажется, на 7 лет, а человек, который впал в прелюбодейство, на больший срок, кажется, 12 лет. Я могу ошибаться насчет сроков, но вот эта разница, скажем так, в наказании, она прослеживается, она есть. То есть, вот канонические правила фиксируют разницу в падении. И она, наверное, есть. Не случайно все это сказано. Другое дело, что она не принципиальна. Она не является значимой, а сильно значимой для человека. Потому что, ну вот вспомним, скажем, слова Господа Иисуса Христа. Вот всем тоже хорошо известно. Вот он говорит, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует с ней в сердце своем. То есть, человек вообще не вступает ни в какие плотские отношения с другим человеком. Он даже и не намерен, строго говоря, вступать в эти отношения. Он просто смотрит с возвожделением, и там даже и о блудных действиях говорить не приходится. Вообще никаких греха как такового, с нашей точки зрения, с очень строгой достаточно точки зрения, греха как бы и нет никакого. Человек просто смотрит с вожделением. Он не пытается ничего сделать. Он не пытается даже флиртовать. Он просто смотрит. И, ну скажем так, ну испытывает некую симпатию. Очень скрытую, очень затаенную, некая приятность от того, что смотрит на женщину. И все. И тем не менее, это деяние Христос называет актом прелюбодейства. То есть, даже не блуда, а именно прелюбодейство. Уже тогда совершается некая, ну скажем, самая крайная степень растления человека. Вроде бы, вот человек ничего такого не сделал, а грех очень тяжелый с точки зрения вот такого свидетельства Иисуса Христа. То есть, он-то сам не разделяет нашей условности, вот скажем, в такой классификации грехов. Он все это считает все от, скажем, вот самой невинной, в кавычках, конечно, можно сказать, степени тления, растления, греха, только условно называемым блудным, до самых противоестественных пороков. Для него это как бы все одно. Для него это все некое очень большое падение человека. Очень, то есть, некая степень растленности человека. И вроде бы, с нашей точки зрения, как это тогда, ничего же не было. Никакого греха не произошло, и человек думает этим оправдаться, перед собой ли, или перед теми людьми, кто ему доверился, но с точки зрения Бога все было, даже если ты просто с вожделением посмотрел на женщину. Оказывается, само вожделение может быть осуждаемым. И не просто осуждаемым, как некая предпосылка греха, а осуждаемым настолько же, насколько осуждаем сам грех. Почему же так? Почему же такой суровый вердикт, такой суровый приговор? И действительно, тут в пору сказать, вместе с апостолом и Господи, так кто же может спастись тогда, если за само взгляд такой, ты человека считаешь виновным в одном из самых серьезных грехов, преступлений, коварных, предательских и нечистых преступлений против тебя и против другого человека. Как же так возможно? А вот на самом деле надо глядеться, что здесь грешного, на что указывает Господь? Вожделение. Вожделение. То есть человек смотрит с вожделением. Это значит, он хочет обладать, он хочет получить удовольствие. Он не осознанно его хочет получить, но он смотрит на другого человека только с точки зрения, что бы от него получить. Он смотрит на него именно, еще не осознавая, если он будет смотреть сознательно, то тут, наверное, даже наш очень, такой, скажем, толерантный век, и то бы, наверное, усмотрели в этом все-таки некое наличие греха. А человек даже и не сознает, что он смотрит с вожделением, просто вожделение в нем присутствует. Он действительно смотрит на человека, на образ Божий, на, как сказано в одной книге, на сестру свою. Он смотрит только в одном отношении, только под одним углом, как предмет, как некая вещь, как некое явление жизни, способное принести удовольствие, способное насладить и усладить. Он не видит в ней человека, он не видит в ней сестру, он не видит в ней равного себе, он даже не дефлексирует это неравенство, он действительно, он видит плоть, даже не тело, он просто видит плоть. Он не видит за ней ни душу, ни духа, ни личности этого человека. Он даже и не ставит этот вопрос. Он использовать этого человека хотел бы, если бы это некая интенция его духовных, духовно-плотских устремлений, она бы достигла его сознания, и он бы смог размышлять над тем, что он сейчас чувствует, он бы так это себе и оформил. Но в том-то и дело, что обычно это почти эквилибристика, это же почти высшая математика, когда человек сможет размышлять над тем, какие чувства он сейчас испытывает, какие движения возникают в его плоти, плоти, в его теле, какие движения, какие желания, какие стремления рождаются в его душе. Если человек способен это сделать, это человек, по крайней мере, внимательный к себе. Человек, скорее всего, действительно, хоть отчасти причастный тому, что называется духовной жизнью. Он размышляет над тем, что в нем рождается, он может действительно увидеть, что вот это движение в нем скотское. Он не видит в другом человека. Он забыл и сам-то о себе, что он человек. И вот это и есть падение. Падение человека с, как бы, состояния собственной человечности, состояние скотское. Нет, он также на двух ногах, с двумя руками и вполне себе ничего симпатичный человек. И у него два диплома в высшем образовании. Он хороший работник, его уважает в коллективе. Он может быть замечательным семьянином. И много каких достоинств у него может быть. Но если он не замечает, что смотря на женщину с вожделением, он падает, то он действительно человек, который уподобился скотам. Он по-скотски относится к жизни, хотя всем и самому себе кажется человеком. Но понять вот это падение человека, осознать именно тот, даже не то, что нравственный уровень, а просто ниже нравственности всякой человеческой павший человек, потому что он не видит в другом человека и в себе тоже человека не видит. В смысле человека созданного по образу и подобию Божьему. Человека, в конце концов, имеющему свободу, человеку, имеющему желание, стремление сердца, души и духа. Мы видим, улавливаем и пытаемся выстраивать отношения с другими именно так, как выстраивают их животные, причем не самые лучшие организации. Ведь среди животных тоже есть высокоорганизованные животные, скажем, которые бы многому бы могли научить современного человека. Есть животные очень низкой организации, душевной организации, которым и уподобляются люди, когда забывают о том, что они созданы по образу и подобию Божьему. Это вот желание обладать, совершенно свободно обладать и распоряжаться плотью, даже не телом, а плоти другого человека, потому что он падение человека такой степени достигло, что он смотрит на другого человека сквозь призму собственной плоти. он этого и не осознает, он думает о том, как она красива, ему кажется, что он восхищается его красотой, на самом деле он думает только о собственном удовольствии. И вот из-за того, что там нет, в этих отношениях, в этих интенциях человека, нет любви, вообще никакой любви нету, то это и есть падение, которое осуждается Богом. Если это есть человек в очень плохом состоянии, он действительно человек, который не любит, и любить, по всей видимости, если он не измеет отношения, не способен. Грехи против седьмой заповеди это не грехи против любви, это грехи, то есть это не грехи, совершенные ради любви, это грехи против любви, это поступки, когда человек оказывается неспособным любить, не потому, что он много любит, а потому, что он вообще любить не способен, в том смысле, в том значении слова любить, которое вкладывается вот в это слово священным писанием, самим Господом. Из этого, между прочим, следует и одно, один очень неприятный вывод из этих слов Иисуса Христа, о очень, так скажем, нелицеприятных слов, следует и то, что на самом деле человек, который смотрит на женщину с вожделением, увы, виноват сам в собственной нечистоте. Конечно, бы хотелось нам всем сказать, что нет, это не мы виноваты, мы все, на самом деле, мы все хорошие, такие вот замечательные люди, но мир, он такой злой, такой развратный, такой распущенный, что кругом со всех сторон меня кто-нибудь соблазняет. И мы склонны считать, что если мы испытываем некие не совсем приятные и осуждаемы Богом движения плоти, не скажу, души, это будет нечестно, хотя мы так и воспринимаем, что это будто бы душа наша воспламеняется. Нет, увы, душа впала в плоть, она тонет в плоти, как болоть, и поэтому плотские движения часто воспринимают задушевные, но на самом деле это все плоть, и человек, который испытывает вожделение, он виноват сам, не дерзкий, вызывающий наряд девушки, женщины, не ее красота вызывает в нем волнение, а его собственная нечистота. На эту тему есть замечательный и по-своему потрясающий, но, по крайней мере, в свое время меня этот сюжет действительно сотряс и вверг вот буквально потрясение от того, если люди, которые пишут эту книгу, я скажу сейчас какую, если они христиане, то кто тогда я? И это самое начало книги, относящиеся к писаниям мужей апостольских, называется «Пастырь Ерма». И вот начинается эта книга, каждый может ее приобрести, и это будет очень хорошая книга, которая даже некоторыми святыми отцами одно время ее пытались отнести даже в канон новозаветных книг, но в конце концов она вот села, так скажем, в корпусе книг мужей апостольских, то есть вполне авторитетное и полезное назидательное чтение. и вот начинается сюжет, когда один христианин, юноша, наблюдает за тем, как купается другая христианка, девушка, он называет ее сестрой, но между ними нет никаких родственных связей, и потом подает ей одежду, когда она выходит из купальни, и на миг пораженный замирает от того, что он восхищен, каким же все-таки, какой же все-таки красивой сотворил Бог женщину. В его мыслях, это подчеркивается текстом, нет ни малейшей нечистоты, там нет ничего скверного, вообще ничего, там нет плоти ни на йоту, то есть мы не способны так даже прочитать эти строчки, как они видели, и все же, когда он так помыслил, ему явился ангел, можно себе представить чистоту этого человека, если ему являются ангелы, и он их видит, и он, и ангел его обличил, что ты думаешь, как ты смотришь на нее, то есть он обличил ее просто за то, что он увидел у ней тело, он не должен видеть ее тело, в церкви телесность преодолевается, как Адам и Ева жили в раю и не видели, не стыдились друг друга, они не видели телесности друг друга, они не понимали разницы между собой, они видели лицо другого человека, а не его тело, отдельно взятое от самого себя, а он отделил свою сестру от самого себя, и увидел не ее лицо, не ее глаза, а увидел ее внешнюю красоту, хотя и смотрел без всякого вожделения, и без всяких нечистых помыслов, но даже за это он был укорен, и вот если такая чистота у людей, то совершенно очевидно, что если мы видим в ком-то что-либо нечистое, то эта нечистота, она в первую очередь присутствует в нашем собственном сердце, это мы нечистые люди, и на все смотрим нечистыми глазами, когда Христо ради уродивый блаженный Андрей находился среди непотребных женщин, он не испытывал ничего, находясь среди них, хотя они всячески пытались им забавляться, это и говорит о чистоте его сердца, он был чист, чистому, все чисто, а если мы видим чью-то нечистоту, и нам кажется, что нас соблазняет, то виновата в этом наша собственная нечистота, это наше сердце нечисто, и надо внимать себе и исправить свое сердце, конечно, если человек соблазняет другого человека, он, наверное, за это понесет ответственность, но это его собственная история, это его отношение с Богом, и здесь по слову апостольскому, что его судить, он перед своим Господом стоит или падает, но мы-то должны внимать себе, чтобы самим нам не подавать повода кого-либо соблазнить, мы сами должны сами себе внимать, чтобы не стать источником соблазна, ну а в данном случае внимать тому, что рождается в нашем сердце, если мы видим некую нескромную, так скажем, картинку, нескромно одетую девушку, если мы нескромно выступающих людей, если мы видим какие-то нескромные сцены в фильмах, то волнение, которое в нас рождается, обличает нашу собственную нечистоту, и от того, что мы этого не понимаем, что вот это скажем так грех и мерзость, в котором живет мир, нас волнует, то это сигнал нам самим, мы еще не вышли из этого мира, мы зависимы от этого мира, и надо быть очень осторожным, очень осторожным и глазами, и ушами, и прикосновениями, и в одежде, и во всем быть очень сдержанным, потому что мир еще имеет над нами власть, все, что есть в этом мире, похоть плоти, похоть отчез и гордость житейского, если мы не будем осторожны, то, конечно, нас мир победит, только чистые, только очистившиеся сердцем могут действительно безбоязненно ходить, смотреть, проповедовать, учить, а всем остальным надо быть осторожнее, и вот это указание обстоятельств жизни, то, что нас что-то соблазняет, волнует и тревожит, это призыв, во-первых, к осторожности, а во-вторых, покаянии, если бы мы чистым сердцем были, то с нами, как с пастором Ермом разговаривали, были ангелы, если бы мы были чистые сердцем, мы бы зрели Бога, а если мы сами нечисты, несмотря на то, что в церкви пребываем и Христу причащаемся, то есть за что себя укорять, есть за что еще бороться, есть основания воздерживаться и сдерживать себя, потому что мир может неожиданно ворваться в наше сердце и опрокинуть все то, что мы с таким усердием долго и долго строили.